Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня в зеленой гостиной прима-балерина Большого театра, самая юная прима Большого театра, Ольга Смирнова. Здравствуйте, Оля! Здравствуйте, Катя! Я очень рада вас видеть, и мне очень приятно, что вы, как и я, из Петербурга. Поэтому я хочу с той стороны начать. У вас есть в нашем с вами городе любимые места, где вы любите гулять, когда вы туда приезжаете? Ну, вы знаете, так как мои родители жили не в центре и живут не в центре города, то с центром у меня, конечно, связана, прежде всего, балетная школа, Академия Русского балета. И график был подчинен тому, что ты охотишься только в этом здании. И изредка мы ездили в театр на спектакле, когда дети участвовали. То, наверное, вот эти места, они, ну, больше всего связаны с воспоминаниями. Это площадь перед Александринским театром, Катькин сад. Я помню, когда весной уже цвела сирень, а в Петербурге она цветет позже, где-то уже в июне, в конце, в самом конце мая только начинает. И это как раз совпадало с временем подготовки к экзаменам. И мы, я помню, сидели на лавочках под уже теплым солнцем, под сиренью, и учили, вот готовились к экзаменам. И мы думали, вот почему мы не можем просто гулять сейчас по городу, а мы прикованы к этим конспектам, к тетрадкам. И уже позже, когда я приехала в Москву, я вдруг поняла, что я так мало знаю собственный город, потому что, ну, как-то, когда учишься, у тебя один выходной, который ты проводишь дома, а все остальное время это учеба, ну, театр, музеи, какие-то организованные походы. И я стала вдруг спешно наверстывать и смотреть, и узнавать Петербург уже, когда переехала в Москву и жила здесь. И вдруг я поняла, что я так не ценила тот город, в котором жила. Самый лучший город для меня, самый любимый город. Не только потому что родной, а потому что сейчас я все больше и больше в него влюбляюсь, когда узнаю глубже историю, представляю поколение людей, которые раньше там жили. И удивительно, что так 19 лет прожить в городе и даже не подняться на колоннаду Исаакиевского, не побыть туристом в таких местах. Это все я до сих пор сейчас с удовольствием проделываю и понимаю, что там много чего есть до сих пор смотреть. То есть это как Эрмитаж невозможно за один-за два раза просмотреть. Ты будешь все время возвращаться и просто посвящать свои походы отдельным залам. Так же и город. Иногда тебе хочется просто прогуляться по центру. Я помню, как туристу садилась уже совсем недавно в эти речные трамвайчики, лодки и наслаждалась видами. Не понимала, почему это считается туристическим местом. Это так красиво и так приятно, даже будучи петербуржцем проделывать такие прогулки. И вот до сих пор у меня город этот даже не то, что вдохновляет, но я там чувствую, что отдыхаю душой. Когда вот совсем устаю, я приезжаю туда. И всегда была моя мечта жить в центре Петербурга. Просто я уверена, что Петербург своей красотой, своим каким-то очень таким достойным отношением к жизни, может быть, в силу присущей ему красоте и тому, что он занимал всегда второе место в нашей стране при этом, он как-то формирует определенные характеры. Петербуржцев говорят, что их как-то видно. Я не знаю, чувствуете ли вы сами это по себе или нет. Воспринимаете ли вы себя как петербурженка? Да, я себя на сто процентов воспринимаю как петербурженка. И мне еще нужно возвращаться в Петербург, как раз чтобы поддерживать вот этот огонь внутри. Петербургский огонь и петербургский стиль. Но знаете, смешная есть фраза, петербургской девушке нужен молодой человек, который спасет ее от депрессии. Это в чем-то правда. Но такой особенный, наверное, какой-то свой взгляд на мир дает этот город. Я Москву тоже очень полюбила. Москва такая живая, активная. И для меня Большой театр в чем-то мне Петербург совершенно заменил. Потому что та красота, которую я вижу в Большом театре, это та же красота, как в Питере, которой как-то невозможно привыкнуть. Я хотела спросить, как вам кажется, как человека на вас, кто оказал влияние? Я знаю, что вы родились в семье, где вроде бы все были далеки от творчества, от искусства. Но в то же время давали вам свободно развиваться. Но кто, может быть, те люди, которые вас сформировали, если такие были? Я думаю, это педагоги в школе в первую очередь. Педагог характерного танца, как это ни странно. Наверное, мало кто вспоминает таких учителей потом, когда уже прошли какой-то путь в театре. Я до сих пор общаюсь и дружу с Леонтольевной Шерстневой. Это человек, который провел наш класс с самого начала, с четвертого класса, когда появляется характерный в программе до выпускного. И я могу сказать, что мы были абсолютно преданы этому уроку и педагогу с той грацией и красотой, как она показывала комбинации. Мы маленькие девочки. У нас еще класс была, тоже особенность, одни девочки первые три года. То есть, представляете, какая дисциплина и ответственность витала в воздухе. И мы вот просто как завооруженные смотрели, как она показывает красиво, какие у нее невыкновенные запястья. Ее отношение к искусству она передала и нам тоже. Абсолютно такое жертвенное и служение. То есть театр, она нам говорила, вы учитесь в самой лучшей школе в мире, вы будете танцевать в самом лучшем театре. И вот это ее преданность и восхищение она нам передала. И, наверное, благодаря нее, я себя так вспоминаю, я вообще полюбила танец. Потому что как-то балет случайно возник в моей жизни. Я не мечтала стать балериной. И мама, это была мамина, наверное, идея. Она попробовала показать меня в академию по совету педагогов. Я ходила в хореографический такой не очень профессиональный кружок. И на удивление в академии сказали, у девочки есть данные, попробуйте. Правда, мы пришли позже, и мне пришлось год учиться на подготовительном отделении. И потом только я поступила. Но это уже отклонение, тем не менее. Вот получается, что Илья Анатольевна, это был вот тот человек, который как-то показал, что такое танец, и заставил его любить. Потому что когда ты стоишь на классе и делаешь скучные, особенно в первых классах, упражнения, сложные, ты не понимаешь, как из этого рождается тот танец, который ты видишь на сцене. А вот в характерном уже была такая жизнь и энергия танца. Вы как-то говорили, не в одном вашем даже интервью, что для вас жизнь и балет совершенно неразрывно связаны. Вы действительно очень-очень любите свою профессию, действительно ей живете. Но вы когда-нибудь сами задавались вопросом, почему так в вашей жизни оказалось? Почему балет стал для вас таким, как сказать, возможностью такого самовыражения? То есть что вас так притягивает в балете? За что вы его так любите? Почему вам в нем так хорошо? Или, ну, я так понимаю, вы ребенок довольно послушный, наверное, были, мама вас привела, потом вы это полюбили, но это же стало вашим. Почему это стало вашим? Что там такого есть? Мне кажется, даже если бы не балета какая-то другая профессия в моей жизни, мне нужно по жизни, по своему характеру, чтобы профессия была призванием. И даже если бы это было не балета, а что-то другое, я думаю, я бы также чувствовала потребность отдавать всю свою энергию и всю свою жизнь в той профессии, в которой выбралась. Балет, наверное, за то, что он все равно неоднозначный и символичный. Может быть, из-за того, что нету слов, есть пластика. И каждый может интерпретировать по-своему и понять. Здесь намного больше возможностей к интерпретации, чем в драматическом театре, где тебя уже в рамке подвергают слова, да, и какой-то сюжет. В балете ты можешь быть вдохновлен даже бессюжетным спектаклем. И всегда это меняется, да. Иногда вот даже как артисты или хореографы иногда ставят только бессюжетные, иногда сюжетные спектакли. Также артисты. Вот раньше я не очень уважала и не понимала, как это на свадьбе сюжетные спектакли. Мне казалось, откровенно, это скучным. Даже бриллианты. Я любила бриллианты, потому что это одна из первых моих работ, тоже таких серьезных, значительных. Но настоящий вкус только сейчас. Ну, проявился к ним. Вот форсайты, мне кажется, вы как-то с удовольствием. Форсайты я просто обожаю. И я тоже была удивлена, как много можно найти такого внутреннего, наверное, на уровне духовного в таких работах. Когда даже ты не выразишь про что, но ты это чувствуешь и действительно наслаждаешься. Форсайт мне вообще дается очень сложно, потому что там нужно иметь определенную физику, которой, мне кажется, и классические артисты, особенно родом из Петербурга, они не владеют просто за счет того, что нету такой выносливости, такого типа спортивная какая-то выносливость, гимнастическая. Поэтому форсайты я станцевала только один раз. А все остальные разы, вот я три раза пробовала и всегда что-то останавливает. И я все равно упорно буду пробовать в четвертый и в пятый раз. Значит ли это, что в школе надо давать еще какие-то занятия дополнительные сейчас, что немножко нужно эту классическую систему дополнять в связи с тем, как развивается это искусство? Значит, абсолютно. Значит, другой вопрос, как это грамотно совместить. Наверное, Махар Хасанович говорил такую фразу, что балетный репертуар классического театра должен составляться 70% классических спектаклей и 30% современных, какие-то эксперименты или контемпорию. Наверное, в школе нужно так же. Все-таки основной уклон на классическое образование, класс, дуэт — это, безусловно, основное время. Но в то же время артисты должны быть все-таки подготовлены сейчас такой к универсальной репертуарной политике театров. Потому что у нас есть все, и, может быть, немножко поздно учиться уже в театре, владеть стилем Киллиана, Форсайта того же. Там даже, возможно, другие мышцы работают. Там, наверное, тело как-то свое, может быть, даже нужно иначе воспринимать. Потому что, мне кажется, очень трудно переходить сегодня танцевать в классику, а завтра какую-то другую пластику и обратно возвращаться в классику. Очень сложно. Мы на себе это испытываем. Поэтому всегда лучше периодами действовать. То есть никогда нельзя репетировать одновременно и то, и другое. То есть у тебя есть две недели, ты репетируешь и посвящаешься Форсайту, и после этого только ты переходишь обратно в классику. Но этот переход должен быть не в один и в два дня, хотя бы неделю, чтобы обратно почувствовать свое тело. То есть, опять же, это вопрос, как это совмещать в школе. Но одно точно знаю, что какие-то методики по самовосстановлению в школе должны быть. Например, пилатес или, может быть, даже какие-то элементы йоги. Но это тоже вот где тот человек, который создает систему. На самом деле, это тот вопрос, над которым я много размышляла, потому что много проходила через собственные травмы, перегрузы. Думала, вот как же так, мы ничего не знаем. Мы выпускаемся из академии, и мы не знаем, как поддержать свое тело, как ему помочь. Я бы хотела, на самом деле, попробовать воплотить в жизнь какую-то такую систему помощи для детей, чтобы они уже, выпускаясь, были образованными в этом плане и понимали. И свое тело просто лучше знали. Как Дэвид Холберг мне говорил, мы всегда считали в Америке, что если что-то не то, нам врач как-то зафиксирует и будет как нужно. И не знали, что нужно самим свои мышцы иначе использовать, может быть, даже иногда. Да, и одно дело, когда у тебя только классический репертуар, вот как, например, поколение наших педагогов, они все равно были немножко ограничены одним стилем. Это были спектакли Григоровича, очень поздно уже появился баланчин. Поэтому тело абсолютно комфортно в этой пластике, и оно не испытывает каких-то затруднений. Работает и работает. Ты можешь перепрыгать или еще что-то, но это не связано с тем, что ты ломаешь, что подключаешь другие мышцы, которые не используются в определенном стиле. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что идет некая даже мясорубка спектаклей. Их очень много, и они все разные. И если премьеры и примы каким-то образом еще могут контролировать и пытаться обсуждать с руководством, как выстроить разумно свои спектакли, чтобы не было как раз этого микса, то артисты кардебалета лишены этой возможности. Тем более, что есть определенный костяк, который танцует все, и им приходится вот так вот, получается, некачественно тогда готовить спектакль. Недостаточно качественно, потому что они просто не успевают войти в стиль, и не успевают отрепетировать это как должно. Может быть, даже и опасно иногда. И опасно, да. Все же сейчас травматологи тоже в нашей поликлинике Большого театра они говорят, что раньше такого не было, не было такого количества спектаклей. Ускорение во всем. Динамика, да. Появляется новая. И вот это тот диссонанс, который меня тоже все время терзает. Как оставить качество и как быть полностью погруженным в спектакль, но при этом не терять динамику. Этому мы учимся. Я знаю, что когда Сергей Филин пригласил вас прийти в Большой театр, вы рассказывали, вас подкупило то, что у него был уже определенный план. Как вас водить, вот на эту сцену выводить, с каких ролей начинать, и как дальше двигаться вперед. И вы этот путь блестящий прошли. А сейчас у вас есть какой-то вот такой для себя план на какие-то годы вперед? Вот что мне нужно успеть сделать? Или вы как-то вместе со временем, вместе с тем, что предлагает жизнь, не задумываясь, идете вперед? Много, на самом деле, выдумывать специально тоже нельзя, потому что и события, ситуации, театр, репертуар, они дают очень много возможностей новых и интересных. То есть в этом плане не нужно куда-то из театра выезжать. Тебе здесь тоже очень многое предлагается. Но с другой стороны, действительно, так как век короток, я уже понимаю, что половина века пройдена. И сейчас наступает самое интересное, самое плодотворное, когда я сама даже чувствую, что мне намного интереснее становится в профессии. Я до сих пор еще сама себя не удивила. Я все еще надеюсь, и я знаю, что я еще могу себя удивлять. И это то, что меня держит тоже в профессии. Поэтому у меня есть какие-то... А когда вы первый раз себя удивили, Оля? Знаю, когда Жан Кристоф Майо пригласил танцевать его версию «Спящая красавица» Ля Бель. Есть несколько таких партий, в которых я себя не представляла. Например, выпускаясь из Академии, я бы никогда не подумала, что я это станцую. Это Ля Бель, это Игина, это Кармен. Такие те партии, которые, наверное, напрямую мне не подходят. Казалось бы. А может, как раз подходит. А внутрь не подходит. Я всегда чувствовала, что это мои партии. Просто, наверное, петербургская сдержанность, воспитание полученное там, оно формирует некий облик, который диссонирует с внутренним содержанием. С открытой страстью, наверное, да? Которую требует... Поэтому я до сих пор уверена, что что-то еще я могу сделать лучше из того, что я делала. А как было работать с Жаном Кристофом в моем? Мне кажется, когда он ставил «Украшение с троптивой», это первый раз был, когда на вас роль ставили? Первый раз. Если можно, расскажите, как вы почувствовали себя в этой работе. И вообще, что для вас значила встреча с Жаном Кристофом? Я, конечно, на удивление, меньше тогда ценила, чем даже сейчас, когда прошло время, те встречи. Мне тогда все, что у меня шло в руки, мне казалось таким естественным. Вот опять же, та же история с Петербургом. Когда ты имеешь это, ты это, может быть, не так ценишь, чем когда ты добиваешься, и это не само тебе приходит в руки. А на самом деле это такое счастье и такая гармония, когда ты работаешь с хореографом. Он ставит на тебя. И тебе абсолютно удобно. Это очень естественный процесс. С Жаном Кристофом не было абсолютно в работе над укрощением, с троптивой, в таких моментах, где ты должен себя как-то переломить и сделать не то, что тебе удобно. Потому что я говорю «удобно» не в том смысле, что физически что-то неудобно, а самые большие же работы — это внутренние работы, все-таки как психологически и ментально себя настроить на образ, как либо где-то отпустить себя, открыться, позволить что-то, чтобы вышло наружу. Вот тогда не было никаких вот таких внутренних проблем. Потому что, мне кажется, Жан Кристоф, он изначально нашел тех артистов, которые очень хорошо подходят на роли. То есть он искал уже материал, тот, который он знал, что будет легко слепить из них. В этом его, наверное, тоже сильная сторона, как хореографы. А уже когда я приехала, через год он пригласил меня Леабель репетировать. Вот там было тяжело, потому что там как раз должна была быть эмоциональная открытость и в некотором роде и раскрепощенность. Но мне тогда помогал очень Бернис, муза Жан Кристофа, которая сейчас репетирует для балета Монте-Карло. И она своим примером мне как-то помогала. Она была первой исполнительницей, на нее это выставили. Мне кажется, что Жан Кристоф тогда заставил вас как-то немножко вообще иначе взглянуть на все классическое наследие. Когда вдруг стали в голове возникать вопросы, которые, может быть, раньше не возникали. Потому что ты принимаешь все уже как данность, эти балеты давно существуют, ты уже не особо думаешь, кто это Адетта, кто это Аделья. Ты понимаешь, что одна должна быть нежной, другая соблазнять, но ты как-то всерьез-то не задумываешься про эти героини. Через себя не пропускаешь настолько сильно. Вот в этом плане с Алексеем Ратманским было очень интересно над Джизелью работать, потому что это как раз тот сформировавшийся уже классический материал, который иногда немножко запыляется. И ты уже как-то по-настоящему не реагируешь на реплики персонажей, которые происходят в мизансценах. Он как раз снял немножко это напыление. Хотя я вот сейчас работала в Петербурге с Ковалевой, с Людмила Алтина, со своим педагогом, который меня выпускал. Я попросила ее помочь мне подготовиться к Джизелле в Мариинском театре. Но это, конечно, качество самой Людмилы Алтины, абсолютно гениального репетитора, которая работает уже там не над линиями, не знаю, не над техникой, а именно над образом. С ней было очень интересно. А в чем ее гениальность? Она заставляет вас как-то иначе взглянуть, думать, и не знаю, в чем ее особенность такая? Вы знаете, есть некая сложность в том, что мы иногда можем... Зачем вообще нужен педагог? Вот это я тоже хотела вас спросить. Для того, чтобы он твое внутреннее состояние сложил с внешним видом, потому что иногда тебе кажется, что ты делаешь, ты внутри себя чувствуешь, ты уже выстраиваешь какой-то для себя понятный психологический рисунок, и ему следуешь. А зритель этого не видит, потому что ты только выстроил это внутри, а внешне это недостаточно. Я помню, мне Александр Николаевич Ветров тоже говорил, он посмотрел как-то запись своего дебютного выступления в «Спартаке», в «Красу» он дебютировал, и он говорит, я ужаснулся, потому что я-то внутри все чувствовал, но я увидел абсолютно статичного героя, который ничего не выражает. Ну, конечно, он, наверное, преувеличивал, но тем не менее, вот это не соответствует того, как ты представлял это выглядеть, и как это выглядит на самом деле. Сейчас, конечно, есть видео, что... Вы смотрите? Я смотрю. С болью смотрю. Мне нужно, чтобы прошло время, немножко отложился спектакль, и потом я более адекватно начинаю уже как бы мыслить и понимать, что было хорошего, потому что было что-то и хорошее. Раньше мне казалось, что просто все плохо, но это такая вот черта всех, мне кажется, артистов, они очень критически к себе относятся. Так вот, возвращаясь к Людмиле Алтиновне, она умеет именно внешне это выстроить, и получается, что в случае работы с ней ты сначала выстраиваешь внешне, а потом ты это заполняешь своими эмоциями, и получается гармоничный, и тогда получается, что и зритель видит рисунок роли, и тебе внутри комфортный, и так интересно она подсказывает какие-то положения. Вот работая с ней, я понимаю, что я всегда хотела добиться вот этой выразительности, но не знала, как. Нужно было, чтобы тоже это подсказали, какие должны быть повороты головы, и, да, чтобы это было максимально выразительно и играло правильно, как бы задевало те струны, которые должно задевать. Вы стараетесь это репетировать так, чтобы потом, когда уже начинается спектакль, про эти повороты головы не думать, чтобы это уже происходило само? Это так и получается, да. Если ты выстроил все в репетиционном зале, то как смеется в мелатин, на сцене ты можешь думать о том, как варится суп. Ну, я так не люблю, потому что все равно ты выходишь на сцену, чтобы прожить и получить этот опыт, как-то прочувствовать свою героиню, это тоже важно, поэтому жалко терять такую возможность. По себе замечаете, потому что я вот знаю, ты ослышала, вернее, я не знаю, но люди, которые танцевали с Колпаковой, говорят, что вот она была идеальна, но всегда одинаково идеальна, то есть она не менялась в зависимости от партнера, у нее был свой рисунок роли, она его делала очень здорово. Меняетесь ли вы в зависимости от того, с кем вы танцуете? Про Улану также говорили, что первого акта она танцевала вот просто до миллиметра точно, вот как она уже выстроила, так ничего и не меняла. И в этом плане Плесецкая, например, она наоборот, все время держала своих партнеров в каком-то, да, в стрессе, чтобы они были здесь и сейчас с ней. И я могу сказать, что даже станцованный спектакль, когда я к нему возвращаюсь опять к репетиции, мне хочется как будто бы, ну, почти все забыть и попробовать заново. в том плане, что все равно чуть-чуть ты изменился за это время, пока не танцевал спектакль, и вот попробовать пропустить, вот как ты сегодня это почувствовал, тогда вдруг какие-то нюансы рождаются интересные. Потом это же скучно, когда ты даже не пытаешься как-то прочувствовать заново, даже то, что ты уже танцевал. Внутренне мне интересно, но опять же, вот этот вопрос, насколько это видит зритель, ну, наверное, какой-то работа все равно, если ты проделываешь, то это каким-то образом выходит на сцену. Вы здесь дебютировали, ну, вы дебютировали в разных ролях, но первая такая, ну, и Мирта тоже была, но все-таки для меня такая большая роль это Никия, наверное, самая такая вот значимый ваш тут первый дебют. А с кем вы готовили партию Никия? Вы, наверное, в школе тоже ее? Да, с Людмилой Тиной у нас был готов «Актини», потому что я выпускалась с этим актом. Собственно, поэтому Сергей Юрьевич и доверил мне «Байдерку», потому что тени невероятно сложные. И так как у тебя уже, у меня уже был сделан практически половина спектакля, сложный этот акт, то просто работы было меньше. Я на тот момент не могла еще совсем оторваться от Академии. Я приезжала к Людмиле Тиной, она мне очень много помогала тогда, именно вот перед первой премьерной Байдеркой. Ну и, конечно, Марина Викторовна, мой педагог здесь, в Большом театре, она также была верным помощником. Просто, наверное, это в силу моего характера, я как-то не могла сразу же ей довериться и не могла сразу же отпустить свои корни со школой. И поэтому вот тот спектакль вышел таким миксом. Оба педагога мне помогали. Это нужно сказать огромное спасибо Марине Викторовне, которая приняла такую ситуацию. Это же на самом деле тяжело, когда твоя ученица уезжает в другой город, там репетирует, что-то приносит, а потом мы здесь тоже это как-то перерабатываем. Это было с ним непросто. Но, наверное, она мудро просто поняла, что я на тот момент еще не готова. И вот ей за эту жизненную мудрость огромное спасибо. За то, что она не обиделась и не... Даже, наверное, обиделась, мне кажется, внутренне, но не показала этого, да. У меня как бы сразу два вопроса. Но начну все-таки с такого близлежащего. Вот для меня самым интересным моментом, когда уже столько раз в байдерку посмотришь, становится танец со змеей. Вот этот танец для меня самый важный на самом деле, насколько героиня может передать. Как-то столько чувств, эмоций и трагизм этой ситуации. Вы про себя, когда вы танцуете, вы что-то думаете? Есть какой-то монолог, который вы произносите в этот момент? Да, но не только в «Танце со змеей». В принципе, все роли, где есть вот такое драматическое начало, где есть история, ты... Ну вот не знаю, вот как насчет прямо текста-текста, это, наверное, только Алексей сейчас нам такое вот предложил. Когда сцену «Сумасшествие», он как раз разобрал тоже именно с подтекстом и со словами. Раньше... Раньше, наверное, меньше. Так, чтобы наложить текст, я не умела, не знала, как это, но состояние... Наверное, больше было состояние, и от этого уже и отталкивалась. Хотя все равно какие-то обращения, движения, связанные, например, с обращением к Солору, они все равно подразумевали какой-то или вопрос, или мольбу, просьбу. Но без вот... Без такого... Подробного. Да. Текста. В «Парижской опере» существует вообще такое правило, по-моему, у них так принято, вернее, что разные партии репетируют разные педагоги. Именно вот кто танцевал, и могут и мужчины, и женщины репетировать. Вам ближе наша система, когда у вас есть постоянно один педагог, который смотрит на вас всегда во всех партиях, которые вы готовите? Мне ближе все-таки, наверное, наша система. То ли это привычка, то ли настолько доверяешь педагогу и должен даже в чем-то сродниться с ним, быть, ну, даже, наверное, преданным. То есть это так сложно тогда найти человека, которому ты можешь тогда вериться. Но мне кажется, что так более плодотворно, когда педагог знает уже все твои действительно и сильные, и слабые стороны, и может помочь. Ведь это же тоже бывают какие-то технические недочеты, они переходят из спектакля в спектакль, и тогда педагог узнает, как тебе помочь, как подсказать. А ты помнишь, вот там вот мы делали, и он скажет то же самое замечание, и здесь это тоже поможет. В какой-то момент своей судьбы вы решили перейти к новому педагогу, сейчас вы занимаетесь с Марией Алаш, для которой вы тоже одна из первых учениц. Так я думаю, она в чем-то как педагог тоже с вами что-то новое постигает. Да, мне кажется... Что вам интересно вот в этих... Мне кажется, мы вместе учимся, это действительно так. На тот момент я готовила Егину в Спартаке, и Мария Евгеньевна очень хорошо, естественно, знает этот спектакль, и сама блистательная Егина в прошлом, и она очень мне много помогла. И тогда вот, подготовив этот спектакль, я поняла, что мне психологически этот человек комфортен. То есть это абсолютно, к слову, невежливо, равновешенный человек, который не давит. Это тоже мне подходит. То есть она мне все равно оставляет какую-то долю свободы, но при этом, что мне очень важно, она следит за чистотой исполнения. То есть она всегда скажет, где ты забыл поставить в пятую ноги, где недотянуты колени или еще что-то. То есть в этом плане, мне кажется, еще помогает то, что я хожу на ее класс, потому что он позволяет держать ее в такой классической форме и работать над недостатками, потому что, к сожалению, став даже прямой балериной, твои недостатки никуда не уходят, ты просто их лучше знаешь, но ты всю жизнь продолжаешь над ними работать, их пытаться спрятать, заслонить достоинствами и так далее. Поэтому я чувствую, что с Марией Евгеньевной у нас есть процесс. Мы выстраиваем графичное тело. И как бы этот процесс, он длится, он не просто вот заканчивается репетицией, одной репетиции, а это растягивается на подготовку к спектаклю. То есть мне интересно, мне с ней интересно, и таким образом я тоже чувствую связь с театром, с большим театром. Оля, в день спектакля вы обычно не любите давать интервью, я никогда к вам не подхожу с камерами до того, как спектакль не закончится. А что вообще происходит в день спектакля, когда у вас вечером спектакль? Насколько вы сосредотачиваетесь сами в себе, насколько вам, может быть, нужно одиночество в этот день? Насколько? Что происходит? Одиночество нужно, нужна концентрация к спектаклю, и у меня есть ощущение чего-то особенного, даже когда я уже проснулась, я знаю, что сегодня спектакль, это необычный день. Но с опытом у меня появилась потребность как-то заземлить себя перед спектаклем. Да? Да, это странно, потому что если раньше я действительно была очень сконцентрирована и думала только о спектакле, ко мне вообще никто не мог подойти, ни родители, ни муж, даже книги я не могла читать, потому что думала только о спектакле. А сейчас мне, наоборот, нужна какая-то разрядка перед. Я как будто бы немножко откладываю вот этот миг, вот он будет, я знаю, что он будет, но сейчас я должна позаниматься чем-то другим. И я могу даже в день спектакля утром встать и перебрать какой-нибудь ящик, навести порядок. Могу позаниматься французским, ну, сама почитать какие-то тексты, могу книгу почитать. Сейчас даже если я на гастролях, то могу погулять где-то рядом с театром. Мне как-то нужно... Нужна жизнь. Нужна жизнь абсолютно, чтобы это не было зажат тем, что у тебя спектакль, и ты как бы концентрируешься и даже где-то боишься каких-то моментов и думаешь только о нем. Сейчас нет, вот это будет вечером, а сейчас я живу и заземляюсь. Вы тоже сейчас сказали, что можете даже почитать в день спектакля, и вы вообще один из немногих людей вашего поколения, которые часто говорят о том, что вы любите читать. Потому что, в принципе, мне кажется, любовь к чтению немножко замещается сейчас какими-то электродными носителями знаний. Скажем так, когда вы полюбили читать, и что вы читаете сейчас? Всегда любила читать. Вот сколько себя помню, как научилась читать, мой досуг был связан именно с книгами. Может быть, это тоже происходит от характера, когда человек более замкнутый, у него нет потребности общаться, нет потребности видеть живого человека, то, конечно, это тогда книги, наверное, телевизор в какой-то мере, тоже фильмы. Поэтому читала я всегда, и просто не могу себе представить, как ты живешь, и у тебя нету какой-то книги, которую ты сейчас читаешь. Вы читаете одну книжку за раз или по пять сразу разных? Нет, я должна сконцентрироваться на одной. Мы недавно с мужем стали пересматривать «Отцы и дети» Тургенева фильм, такой четырехсерийный, очень хороший фильм. И сейчас я поняла, что я должна перечитать эту книгу, потому что, конечно, та литература, которая дается в школе, ну, как ее можно понять и прочувствовать, совершенно невозможно. Ты в детстве ищешь сюжет, тебе нужно, чтобы что-то происходило, когда люди разговаривают о... Когда уже закончится. Да, да, ты не понимаешь, о чем там читать, о чем эта книга. И сейчас есть потребность возвращаться к классике. Так что сейчас Тургенев, потому что я тоже знаю, что вы любите Достоевского, и у вас даже есть какая-то идея все-таки, наверное, на воплотиться, чтобы спектакль «Идиот» появился, и вы там кого-то сыграли. Да, я несколько раз уже об этом говорила, может быть, зря и не надо, пока еще не произошло, но просто это так по мне сидит и так горит, я так хочу, чтобы этот спектакль прошел, что я даже не могу это держать в семье и на интервью раз за разом опять говорю, что я хочу этот спектакль, и хочу сыграть Настасью Филипповну. Да, но это было бы интересно, все-таки Анна Каренина в вашей судьбе оказалась тоже очень важной, интересной ролью, и встреча с Джоном Ноймайером, я думаю, тоже какой-то этап в судьбе. Я горела, помню, и этим спектаклем, сначала и Маргарита Гатти, «Дамы с камелями», потом Анной Карениной, и вообще Джон, это для меня та легенда, просто какая-то планета, которой я готова поклоняться всю свою жизнь. Это, ну, великая встреча в судьбе, я очень благодарна, вообще просто судьбе, что это случилось в моей жизни, потому что на тот момент, когда ты готовишь такие спектакли, ты полностью отключаешься от жизни, ты перестаешь быть тем, кто ты есть, а ты погружаешься, и ты становишься уже персонажем, которого ты готовишь и играешь. Это просто мощная метаморфоза, которая даже может немножко изменить и поломать твою жизнь, если ты вовремя не остановишься и не вернешься обратно, не станешь самой собой. Это именно так происходило в общении с Джоном, с его хореографией, или это скорее сам материал так диктовал? Наверное, это все-таки хореограф. Причина, которая заставляет так относиться и к роли, потому что, как он рассказывает, когда он приходит первый раз в зал, то он даже не начинает репетировать, он начинает рассказывать, какую сцену мы сегодня будем брать и что в этой сцене происходит, что вы чувствуете. И он рассказывает так, что ты в какой-то момент начинаешь вдруг плакать, потому что, видимо, человек настолько переработал и передумал сам эту историю, так для себя я ее оправдал, что он говорит абсолютно искренне. И это тебя вовлекает. Вообще, просто, наверное, потому что еще и я такой человек, которого легко вовлечь. Мне всегда нужны рядом примеры, идеалы, кумиры, на которых я буду равняться. Мне даже кажется, иногда, что я сама по себе как единицы не существую. Есть те люди, которые в меня вкладывают, и что-то из этого вдруг происходит. а что я могу сама, сама по себе, мне кажется, что ничего. Интересно вам так кажется? Да. Как ни странно. Правда. Мне кажется, что даже то, что ты все равно сам передумываешь, ты же получаешь извне информацию, это все равно тебя напитывают, те люди, которые рядом, что они тебе рассказывают, ты из этого что-то уже проецируешь и создаешь. Но тем не менее, это же все равно не твоя работа, отчасти. Это в тебя вкладывают. Это совершенно неразделимо, что в тебя вкладывают, что ты сам в себя принимаешь, как ты это перерабатываешь. Наверное, очень важно, что рядом с вами есть Дима, с которым тоже, наверное, можно многое обсудить. Это правда. Это тот человек, который является всем, наверное, в моей жизни. И опорой, и собеседником. Ну, просто всем. Все, что ты можешь получить от человека, который рядом с тобой, это... Когда заканчивается спектакль, вы дома обсуждаете, тоже говорите. Не обязательно даже про спектакль, может быть, ну, как-то вот про то, что сейчас прошло. Да, всегда говорим. И Дима, наверное, это рекордсмен по просмотру моих спектаклей. Иногда бывает так смешно, когда он... Какой-то спектакль, который он видел уже действительно десятки раз, он меня спрашивает, а можно я завтра не пойду смотреть? Отпрашивается. Да. Я говорю, ну, конечно, можно, но это же только должно быть по желанию. Когда была ваша свадьба, вы венчались. Это было ваше желание? Вы хотели венчаться? Да, я хотела венчаться. Мне кажется, что если ты уже решаешь связать свою судьбу с человеком, то это отчасти даже лицемерно, если ты не хочешь сделать это как положено, чтобы это скрепилось двумя сторонами, да. И отсюда, мне еще кажется, то тогда наши отношения, они тоже защищаются, еще и сверху, и от каких-то трудных ситуаций, соблазнов, тоже у нас есть защита сверху. А вот к вере вы пришли, это вашей семье было, или это как-то естественно было, или в какой-то момент в вашей жизни что-то щелкнуло, и вы как-то к этому обратились? Я не могу сказать, что мы были какой-то очень религиозной семьей. Всегда Рождество и Пасха, все традиции и обычаи не исполнялись, но так, чтобы мы каждое воскресенье ходили на исповедь, нет, такого не было. И к церкви я до сих пор иду, я не могу сказать, что я пришла. Я всегда знала и чувствовала, что существует некая сила, которая тебя ведет по жизни, ангел-хранитель или Господь-Бог. Чувствуете какое-то присутствие? Я чувствую абсолютно, да, что есть что-то, что тебя защищает, что тебя учит и просто ведет по жизни. То есть в тот момент, когда действительно нужно, чтобы произошли какие-то события, они происходят. Люди, тогда, когда нужно, они появляются, нужные тебе люди. И даже если иногда бывает в момент какой-то трудный, ты не понимаешь, искренне не понимаешь, за что тебе это, почему это случилось в твоей жизни, то очень часто уже через короткий период ты понимаешь, зачем. Вдруг все становится на свои места. Я в этом плане очень верю и в судьбу, наверное, и в какие-то знаки, которые посылаются. Ну, не то, что фанатично верю, да, и там пытаюсь там каким-то гороскопом следовать, нет. Но в то, что вот такая сила существует, это абсолютно верно. И не обязательно, мне кажется, быть привязанным к церкви и там быть честным с самим собой, ты, в принципе, можешь быть внутри просто честен. Ты же всегда знаешь и чувствуешь, хорошо ты поступаешь или плохо. На самом деле, внутри всегда есть ответ, просто это нужно уметь прислушиваться. Это говорил Мирак Мамардашвиль, вы можете не говорить вслух, что вы думаете, но вы не можете не думать то, что вы думаете. То есть внутри-то себя все равно же это как-то происходит. Просто мы настолько иногда бываем... Ну, опять же, не знаю, как это слово, ну, лицемерность, наверное, грубо, но, тем не менее, очень мы любим себя оправдывать внутри. И чем изобретательнее твой мозг, тем ты изобретательнее можешь себя оправдать. Но если это все отбросить и честно посмотреть вовнутрь, то ты всегда найдешь ответ. Или хотя бы ты поймешь, что, может быть, тебе стоит подождать и потом принять решение. Мы говорили про то, что вы, может быть, как сказать, любите читать, потому что вы обращены тоже к себе, интроверт. Но я вас видела в разных ситуациях. Я вас видела совершеннейшим экстравертом, когда вы танцевали и пели песни. У вас действительно сочетаются очень разные такие качества. Вы сами себя еще открываете? Вы чем-то себя еще удивляете? Я верю, что я еще удивлюсь. Просто, вы знаете, есть же то, как ты привык себя ощущать. И есть еще все равно какие-то маски, за которыми ты хочешь скрываться. Вот вопрос, насколько мы можем позволить себе быть самим собою. Иногда ситуация диктует, какой ты должен быть. Поэтому у меня большинство просто людей видят во мне закрытого человека. Это так. Но, тем не менее, огонь внутри он есть. Поэтому иногда он прорывается, и люди что-то видят такое неожиданное. Они вдруг удивляются. А ты умеешь и так, оказывается. Потому что они не ожидали, они не видели никогда. Это не означает, что этого нет. Одна из ваших предстоящих ролей тоже, мне кажется, очень интересная. И вот именно среди тех женских образов, которые вы воплотите на сцене, просто, мне кажется, идеально. Маргарита. Вы как-то сейчас думаете про Маргариту, мастер и Маргарите, которые собираются здесь поставить Эдвард Клюк? Да, но так как сейчас это перенеслось, то мои мысли, они так немного тоже перенеслись на будущее. Но за ту неделю, что мы репетировали с Эдвардом, я абсолютно вошла в материал. То есть это было так как-то естественно и интересно с ним. Может быть, еще потому, что он не торопит процесс, он достаточно медленно ставит. Это тоже тебе дает возможность осознать. Вот он за неделю поставил дуэт мастера и Маргариты и начал одну сцену с Воландом. То ли потому, что это тема тоже такая, заставляющая тебя погружаться вовнутрь. Он был очень интересный. Я даже сейчас как-то не могу выразить про что и как, и что мне интересно. Но то, что это затягивает, затягивает сразу же. Потому что артист это чувствует моментально. Это будет интересный материал или неинтересный. Там затянуло. Я жду. Я сама из-за этой работы сейчас перечитала мастера и Маргариты. И, конечно, такие произведения, сколько раз прочтешь, все время что-то разное видишь. Абсолютно разное. Вот даже не понимаешь, как ты раньше читала, этого не видела. Как это? Да, нет пределов, правда. Может быть. Мы меняемся, и мы вдруг замечаем какие-то вещи. Это вообще удивительно, как мозг устроен. Ты иногда живешь, ты каких-то вещей вообще не замечаешь, потом начинаешь этим интересоваться. Вот, например, я недавно делала ремонт абсолютно. Какая-то бытовая вещь, и не думала, что это настолько интересно. Теперь я замечаю все цвета стен. Конечно. Если что-то неровное лежит у кого-то, шов нет. Да, и из чего делается интерьер вообще. Это, конечно, очень удивительно, как вообще устроен мозг. Когда мы фильтруем информацию, что мы вдруг начинаем замечать, что ты мог видеть там изо дня в день, но даже не придавал значения каким-то деталям. А вот вы сделали ремонт, Оля, в каких пространствах вам комфортно жить? Вам нравится современный хай-тек, вам нравится ампир, вам нравятся большие пространства, высокие потолки, не знаю, зелень за окном, что нужно? Высокие потолки, это прям неприемлемые условия квартиры. Если можно, по возможности ампир сделать удобным, потому что это, конечно, безумно красивый стиль, и так близкие вообще вышедшие из Петербурга. Но проблема в том, что мы сейчас все равно избалованы комфортом. Не хочется всегда сидеть с ровной спиной, иногда хочется развалиться. Да, и вот это сочетание правильный тоже процент какой-то антикварной, красивой исторической мебели и удобных все-таки вещей. Вам сейчас вручили награду, то есть ее вручат, но подписан уже приказ, как молодому таланту, дарованию. Я очень рада за вас. А в чем для вас самой мера вашего успеха? То есть как вы оцениваете сами? Да, вот это вот успех. Успешные спектакли ты чувствуешь внутренне сам, на поклонах. И кто бы что ни говорил, но обмен энергетикой со зрителями, он существует. Даже в сложном, я считаю, что публика Большого театра достаточно сложная. Зрители не всегда готовы пойти за артистами. Но если, опять же, спектакль удачный и хороший, то даже такую публику можно повести за собой, и она будет отвечать тебе взаимностью, если это не какой-то проходной спектакль. И на поклонах ты всегда все равно чувствуешь, совершился спектакль или нет. По собственному ощущению, когда ты удовлетворен, когда ты сумел не думать о супе, а полностью погрузиться в роль, и о той отдаче, которая идет от зрителей. Наверное, все-таки окончание спектакля — это тот барометр успеха. Потому что премии, награды, они дают только еще больше ответственности тебе, потому что вроде бы тебя заметили, тебя выделили. Это означает, что ты, возможно, какой-то особенный, и ты должен... Не имеешь права просто выйти на спектакль. Это, опять же, тот баланс, который ты должен соблюдать, потому что придумывать что-то от головы — тоже не самый хороший способ, если ты хочешь быть особенным. То есть ты все равно эту особенность должен искать в себе, и как-то выстраивать спектакли, так их передумывать, перерепетировать, чтобы они получались особенными. Но бывает, что ты готов к спектаклю, и вроде бы все сделал, а спектакль все равно не случился. И где вот этот ответ, когда рождаются действительно... Я не скажу гениальные, но какие-то интересные, хорошие спектакли. Нет ответа. Это как-то должно все сойтись. Должен быть правильный настрой у тебя, у твоих партнеров. Даже, мне кажется, зрители должны в этот день какие-то особенные прийти. Это как-то спускается свыше, мне кажется, что сегодня оно вдруг даже неожиданно может пойти и случиться. И мера успеха — это только в том, насколько тебя хотят видеть зрители, насколько они идут на твои спектакли. А как еще иначе, по-другому. Награды, они достаточно рано у меня, на меня тоже посыпались, когда я только пришла в Большой театр, какие-то уже были статуэтки. Там, здесь что-то получила. Но я всегда не понимала, за что они мне дают эти награды. Я еще ничего не сделала, они мне дают награды. Все-таки самое важное — это то, зачем мы здесь, это сцена, спектакли. Для вас самый любимый момент в жизни — это выйти на сцену? Я репетиции тоже люблю. Я люблю этот момент подготовки к спектаклю. Потому что, ну опять же, иногда ты больше расстраиваешься по спектаклю, чем получаешь удовольствие. Потому что, может быть, излишне к себе критически относишься. Это тоже мешает. Это уже вопрос баланса. Ты, конечно, не можешь быть легкомысленным. Критика должна быть, но она не должна задавливать тебя и твой потенциал. Барышников в прошлом году обратился к студентам, и почему-то он им сказал, научитесь прощать себя. Ой, это очень хорошая фраза. Потому что все, мне кажется, особенно балетные артисты, наверное, и артисты тоже, они подвержены вот этой самой критике. И если еще накладывается на какие-то собственные черты характера, когда ты склонен к этому самоедству, то оно во многом разрушает и убивает. И тогда зачем? Если артист сам не получает удовольствие от спектакля, то и зритель тоже не получит. Поэтому так это сложно. Столько всего намешано, да? И как быть успешным? Как создать успешный спектакль? Мой самый последний вопрос. Мы разговариваем с вами не самое веселое время. Может, не поэтому мы в черном. Но все-таки, когда в Москве карантин, и Большой театр сейчас закрыт, нет вечерних спектаклей, когда жизнь ставит тебе неожиданно, самый какой-то невероятный момент, такие условия существования, как вы с ними справляетесь, и на что вы тратите то время, которого сейчас оказалось так много, в том пространстве, которого сейчас оказалось так мало? Ну, согласитесь, что бороться с ситуацией бессмысленно, поэтому нужно принять те правила игры, которые тебе предоставляет судьба. У нас, слава богу, есть классы, поэтому возможность поддерживать форму есть. Это первое. То есть здесь ты галочку поставил, ты все равно ходишь и занимаешься, но тем не менее открылись тоже какие-то, ну, не скажу новые, но возможности, которых ты лишен, когда ты занят с репертуаром. Это, во-первых, мы все люди, и мы живем в наших домах, мы нуждаемся в чистоте и в порядке. И наконец-таки появилось время полностью перебрать все свои вещи, выбросить лишнее. Это занимает огромное количество времени, на самом деле, а потом такое счастье и удовольствие, когда ты в квартире, и ты понимаешь, что здесь все то, что тебе абсолютно нужно, и оно расставлено так, как ты любишь, и как тебе комфортно. Ну и потом все-таки языки, нам очень важно и английский, для того, чтобы общаться с хореографами. Я до сих пор занимаюсь, пытаюсь улучшить свой язык, чтобы чувствовать максимально себя комфортно с иностранными хореографами, с партнерами, с которыми мне приходится работать с радостью и с удовольствием, я с ними работаю. И есть у меня тоже мечта, мне всегда нравился французский язык, и я как-то вот уже начала заниматься, но потом бросила, потому что поняла, что нет, все-таки английский мне больше сейчас нужен именно по профессии, я его отложила, но сейчас я пытаюсь совместить оба. Беру уроки, на это тоже уходит время. Будем ждать, что это время пройдет, и вы вернетесь на наши сцены, мы вас снова увидим в наших спектаклях, и я бы еще очень мечтала, чтобы вы в своей жизни нашли возможность, доехали до Киллиана и пообщались еще с ним тоже. Спасибо, интересно, что вы так про Киллиана вспомнили, это была моя мечта, когда переносили сюда забытую землю, были прекрасные педагоги, которые переносили его хореографию, и они очень здорово с нами работали, но все равно чувствовалось, что ты хотел бы услышать, что сам хореограф хочет, и как бы он тебя поменял, наверное, тоже, даже уже в сложившейся хореографии, это бы очень много дало, тоже моя мечта. Мне кажется, у вас было очень много потрясающих встреч в жизни, думаю, будет много еще, но это тоже будет важным, конечно. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.